Ну и что ж, спасибо Саше Вьеру за погоду. И вообще, погоду хорошую можно считать тоже одной из особенностей Молдовы, нашей прям-таки достопримечательностью. Ну и, конечно же, главной достопримечательностью является также и гостеприимство наших людей, потому что очень часто к нам приезжают туристы, которые отмечают, что в республике Молдова ее жители очень гостеприимные. Ну, если раньше встречали, может быть, на каких-то каретах с лошадьми, то сейчас встречают в лимузинах, в красивых автомобилях. Ну и, конечно же, самое главное, несмотря на весь технический прогресс, с улыбкой на лице и гостеприимство. Молдова – это наша страна, это наша родина, это наша самая любимая и красивая страна. Мы все равно возвращаемся. Это то, откуда ты не уйдешь никогда. Всегда будешь возвращаться. Нет, ты не побаишь, а ты будешь всегда возвращаться сюда. Несмотря на те трудности, что тут есть, все это. Но здесь свои корни. Первое, что приходит на ум, это люди, потому что они очень трудолюбивые, добрые, гостеприимные. Народ наша гордость, наверное, что мы еще здесь, те, кто остались, и стараемся сделать наш город лучше. Люди, трудолюбие, гостеприимство, талант. Народ наша страна, я думаю, это знаменитая, в первую очередь, через наши бюджеты, через наши винные, которые очень качественные, и через гостеприимство людей в нашей стране. Гордиться, по-моему, вот этой духовностью, вот этой добродушностью, мягкой. И воздух совсем по-другому у нас. И вот это, наверное, самое, что не есть, вот душа. Традиции и обычаи жителей Молдовы тщательно хранятся и передаются из поколения в поколение. Известно, что гостеприимство является отличительной чертой молдавского народа. Об этом говорят не только местные жители, но и иностранные туристы. Мы решили поехать в молдавское село Трибужены, чтобы увидеть, как местные жители встречают гостей. Гостеприимство – это национальная черта молдаван. Каждая семья старается принять своего гостя на достойном уровне и предложить ему все лучшее, что есть в доме. Радушие и улыбка также являются неизменным спутником молдавского народа. Мы любим общаться, рассказывать о нашей стране и все делаем искренне, с душой. Гостей принято встречать хлебом с солью и стаканом красного вина. Затем провожают в парадную комнату, украшенную в национальном стиле, который называется «Касса Мари». По традиции такая комната должна быть готова к приему гостя в любое время суток. Хозяйки готовят национальные блюда и богато накрывают стол. Почувствовать молдавский колорит помогает фольклорный ансамбль, который поет старинные народные песни и танцует молдавские танцы вместе с туристами. С каждым годом туристов приезжает все больше. Многие хотят отдохнуть от городской суеты в сельской местности. Здесь красивая природа и чистый воздух. Туристам больше всего нравятся прогулки по селу на тележке, запряженные лошадьми, катание на лодке по реке и, конечно, посещение скального монастыря. Гости остаются в восторге. Кроме того, иностранные туристы восхищаются молдавскими национальными блюдами и вином. Они отмечают, что некоторые молдавские закуски довольно необычные, но приятные на вкус. Небольшая группа туристов, которые приехали в агропансионат, уже успела побывать в Кишиневе, Тирасполе и Криковских подвалах. Мы попросили их поделиться своими впечатлениями и рассказать, что им понравилось больше всего. Я из Южной Африки, и раньше я никогда не слышал о Молдове и ничего о ней не знал. Это неизведанный уголок в центре Европы, но меня впечатлила эта страна. Мне тут очень нравится. Вчера мы были в винных подвалах и пробовали молдавское вино. Оно очень вкусное. Я был поражен большими винными коллекциями и обилием виноградников. До приезда в Молдову я почти ничего не знала об этой стране, только то, что это европейская страна и граничит с Румынией и Украиной. Слышала, что здесь много лесов. Мы уже были в Тирасполе и Кишиневе. У этих городов интересная история. Но мне больше нравится природа, скалы. Хочу отметить, что у вас очень вкусное вино. И хотя я сама из Франции, мне нравится, как здесь делают этот напиток. До поездки в Молдову я много слышал о вине, знал о цвете флага. Мне понравился Кишинев, маленький городок с множеством парков. Меня также впечатлили винные подвалы Крикова и понравилось молдавское вино и закуски. Надеюсь, я и дальше буду открывать для себя Молдову и наслаждаться молдавским гостеприимством. Стоит отметить, что о гостеприимстве молдавского народа сложено много стихов и песен, а художники писали картины. Одной из известных работ является холст гостеприимства, написанный молдавским художником Михаилом Греку. О щедрости и гостеприимстве молдаван писал и Дмитрий Кантемир. Они достойны хвалебных слов, каким образом принимают любого гостя или путника. Эти строки можно отнести и к нынешнему времени. Если вы иностранный турист или местный путешественник, вас обязательно примут с теплом и радушием. Продолжение следует...